МОЛДАВСКОГО РОК МОЛДАВСКОГО РОКОВ МОЛДАВСКОГО РОКОВ МОЛДАВСКОГО РОКОВ МОЛДАВСКОГО РОКОВ МОЛДАВСКОГО РОКОВ МОЛДАВСКОГО РОКОВ МОЛДАВСКОВ МОЛДАВСКОГО РОКОВ 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 Но если вдруг что-то мы не сыграем, а вы будете это усиленно требовать, возможно, до нас это здесь, как говорится, дойдет, и мы это дело услышим, и вы там, наверху. Субтитры создавал DimaTorzok 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 кухни, домашних напитков. И настоящий именно такой быт, такой сельский, деревенский быт. Не городская квартира, там какая-нибудь, хрущевка там, или сталинский там, пусть дом. Нет, нет. А именно куда-то вот на какой-то окраине это все было. Вот это вот я запомнил. А так, ну, редко бываем. Редко, к сожалению. Ну, тут как получается. Другие... Вон Горик, он говорит, я вообще уже не помню, когда был в последний раз. Честно говоря, конечно, хотелось бы с ним приехать. У него сейчас большая программа концертная, в которой принимаю участие я, Сергей Воронов. И, в общем, мы ездим и по стране, и по зарубежью, и по ближнему зарубежью, и просто по Европам, и в Израиле были. Ну, обычные места, где есть наши люди, как говорится, где есть русский язык. Потому что Горик поет только на русском языке, поэтому это все. Хотя она не уходит иностранца смотреть вот с такими глазами. Он Миком Джаггером русским называет? Ну, он может быть не сколько Мик Джаггер, это такая золотая середина между Томом Уэйтсом, Миком Джаггером, может быть, да, скажем так. Потому что Горик как артист настоящий, артист на него интересно смотреть, даже если ты не понимаешь слов. Вот. Поэтому вот если бы приехать к вам сюда, было бы, конечно, очень здорово. Ну, будем надеяться. Отдохнуть вы имеете в виду? Не с концертом? Нет, нет, хочется с концертом. Ну, что отдыхать? Ну, мы что, не отдыхали, что никогда? Концерт, потому что время идет быстро, а мы встречаемся мало, к сожалению. А хочется вот так встретиться и попеть вместе. Вот сегодня удалось пообщаться, попеть. Я вот сорвался вниз, исходя из двух причин. Ну, во-первых, да, ну не виделись. А во-вторых, просто когда люди сидят, а ты здесь стоишь, это для рок-музыки не очень привычно. Ну, то есть это нормально, мы понимаем, что это филармония, мы все понимаем. Но, тем не менее, хотелось какого-то вот общения настоящего, живого. И люди настолько были открыты, настолько поддержали, что я просто поражен до сих пор. То есть это не я такой шоумен, это просто вот люди такие открытые. Звучит музыка. В этом году группе Серега, если я не ошибаюсь, 25 лет. Что для вас значит это четверть века? Да до хрена уже получается. Ёлы-пал. Я говорю, вот еще вчера мы как будто бы вот с Гариком уже разбежались окончательно, оставшись с друзьями. Ну и вот он образовал группу «Неприкасаемый». Он меня звал, ну, говорит, Серега, давай поиграем новую какую-то музыку. Я говорю, слушай, у меня своя уже музыка нарисовалась в голове. Я ему говорю, вот Толик же Крупнов, ну ты же думаешь о нем. Возьми себе Толю на бас-гитару. И мы с ним хлопнули по рукам. Ну, с тех пор, видите, все равно не расстаемся. А нам 25 лет, что успели сделать? Ну, в принципе, немного, но и немало. Пластинок 10 выпустили. Может быть, даже 11, я сейчас точно так не знаю. Ну, там какие-то, может быть, сборники еще ребята выпускают. Но пластинок 10 есть. У меня сейчас в голове песен, ну, минимум на две пластинки. А даже есть и больше. Другое дело, есть и смысл много выпускать нового. Старый ты, старый ты не усп... Да, а пластинка будет называться «Батарейки сели». Но я сегодня не рискнул играть новую песню. Мы там уже играем штуки 3 новых песен, ну, бог с ними. Потому что, ну, люди хотят все-таки услышать что-то такое, с чем-то связанное. Вот не просто так «Я хочу пить с тобой», мы не хотели ее играть. «Я не хочу никого учить, но утром женат, брат, и дым. Дело только в тебе одно, я хочу пить с тобой. Быстро дай кусочки льда. И в стаконе на дне вода Наливаю коню и грею Продолжается день Эта тень А те, кто ждут новое, когда ждать? Я думаю, что вот сейчас у Гаррика вот в этом году опять тур, в двадцатом году весь год тур. И я задействован в этом туре. Мы еще играем свои концерты, понятное дело, серьга для меня это первично, но тем не менее, значит, мы вот так вот расставляем наш график. У Гаррика грандиозное шоу, там бешеный какой-то свет, звук, там это вот надо видеть. То есть здесь бы он мог играть какую-то акустику свою, а вот этот большой концерт, это такие, ну, минимальные такие дворцы или побольше дворцы. Дворцы спорта все-таки должны быть, потому что иначе там вот эти фермы, здесь нельзя повесить вот свет, который он напридумывал. Там, я говорю, ребят, там просто даже смотреть можно, ничего не слушать, там очень все здорово. А так год вот этот вот «Отвоюем с Гариком», ему 60 лет уже стукнуло, все, он уже 60 перешагнул, а мы подгребаем к этому возрасту. И я думаю, что, конечно, к юбилею пластинку надо будет успеть выпустить. Я думаю, потихонечку, может быть, по одной песне, все-таки будем так садиться, и по одной-две песни вот так вот. Песня «Отвоюем с Гариком» 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 Есть ли актеры, с которыми вы прям хотели бы поработать? С кем еще не успели поработать? Очень много таких. Что, нет, да? Нет, я все-таки, я больше все-таки думаю о наших, о каких-то наших людях. Ну, если так брать, я бы с кем-нибудь вот из наших старых, настоящих. Вот у меня по соседству живет Станислав Андреевич Любшин. Я понимаю, что я его не уговорю. Ему 85 лет, он в театре играет до сих пор. Вот если бы, конечно, так вот волей и судеб. И Лариса Анатольевна Лужина, замечательная. Мы тоже общаемся иногда. Да, вот, ну, понятное дело, что мы не друзья, но мы где-то встречаемся и общаемся. Мы так знакомы, в принципе, достаточно давно, еще со времен, как ни странно, концертов «Бригадес», где она была ведущей. Были такие времена перестроечные. Актерам негде было сниматься. Они вот были как конферансье. И вот мы познакомились давно и до сих пор продолжаем общаться. Замечательные совершенно люди. Я просто почему люблю, когда актеры в кадре, тогда видео приобретает некий смысл какой-то. Пусть они делают вот что-то по режиссерской задумке, пусть это даже не связано как-то близко с тем, о чем песня. Но песня, она же разноплановая. Любая песня, она же, ее воспринимают все по-разному. И пусть режиссер видит так, и пусть актеры там что-то вносят свое, но это становится неким событием. Сергей, хочу спросить вас по поводу одной песни. Вы ее тоже сегодня не играли. Почему не сказали? Эта песня, нет, ну я не думаю, я не знаю, сыграли бы вы ее или нет, хотя это было бы большим, наверное, подарком вашему другу. Я спел две песни очень важные для меня сегодня в силу, одну не спел в силу, может быть, хотя можно было прохрепеть ее. Это чистота, я не спел чистоту, я не спел теплый воздух от крыш. Вот я, я не спел сказочный лес, три песни, вот, с которой винюсь. Но с другой стороны, всех песен не споешь. Я вот хотел спросить о песне с альбома «Дорога в ночь». Композиция называется «Песенка про волосы». Это ж песня Игоря Дынга, да, да. Я Игоря Дынга не видел, он сидел в зале, а я его не видел. И я ходил мимо еще в очках, свет, то есть я вижу там людей, когда они сами подходят, а он как-то не пошел. Он говорит, ну у тебя такое-то, как бы, ну, такое шоу, чего я там буду вклиниваться. Я говорю, какое шоу, брат, ты меня прям вообще... Скажите, чем вас зацепила тогда эта песня и как она попала на ваш альбом? Своим каким-то лиризмом, какая-то мелодия. Я просто ее услышал, она мне очень понравилась. Это стихи какого-то чешского писателя, поэта в смысле. Я не помню даже, чей там перевод. Игорь где-то ее нашел на русском языке, спел. Он спел ее, конечно, шикарно, но... Мне она просто понравилась, она такая простая, кайфовая, и она про маму. Она про маму. А я люблю песни. У меня две песни есть, посвященные моей матушке Евгению Михайловне. Мама, когда ты меня стрижешь, волосы упадут на землю, пустят корешки и начнут расти и расти. И ты заблудишься в них, и уже никогда меня не найдешь. Из-за песни, которую я сочинил, Из-за взгляда, которого ты не почувствовала. Да, ну, Динго, сейчас я ему уже сказал. Сейчас я ему скажу еще раз тоже. Игорь, елки-палки, я ему уже сказал, я говорю, мы бы с тобой что-нибудь сделали бы, а ты не поддержал друга. У меня есть такой диск. Он вжался в кресло и, как говорится, ушел там в тень, чтобы я его не видел, знаете ли. Сергей, диск «Я такой, как все». Да, ваш альбом дуэтов. Я вот хочу спросить, возможно, у вас было в то время еще, были какие-то еще дуэты, которые не вошли в альбом, или, может быть, вы хотели еще с кем-то записать. Меня интересуют три личности. Может быть, вы планируете в ближайшем будущем что-то с ними сделать? А сейчас я расскажу о планах, и ничего не растется. Тем более 5-13. Нет, а вообще, а вообще. Есть одна мысль. У меня сейчас, как бы я насчет дуэтов. Особо не запариваюсь сейчас, потому что и так их очень много. Но если это получится, само собой, то да. Хотя одна задумка конкретно и есть. Новая песня и конкретно одна замечательная группа. Я думаю, что она здесь бывает все-таки в гостях у вас, потому что она такая культовая такая в России группа. Ну, не буду говорить, какая вот, чтобы, как говорится, сегодня не сглазить. Вот, понимаешь, я же всем говорю, к чему тут суеверия там? Мы же все там, да, мы все там верим. Мы верим в Бога, как бы, ну, кто меньше, кто больше, но все равно практически все верим в Бога. Ну, а тут вот такое я себе позволяю. А я вам сейчас скажу. Хочется спеть с группой «Пикник». Вот я как раз о Бадмунде Шклярском хотел спросить. Еще две персоны. Гребенщиков и Шевчук. С БГ не срослось, у нас была одна задумка. Я ему позвонил, он говорит, давай. И мы потом как-то, ну, вот мы не смогли срастись. Он должен был вот здесь участвовать. И здесь этой песни не было. Она потом вышла на следующие пластинки. Называется песня, как же она называется? Она вышла уже на пластинке «Нормальный человек». И она, соответственно, не была дуэтом. Сейчас я забыл, как она называется. Ну, бог с ней. И как-то лет там пять назад Борис Борисович подходит и говорит, ну, когда мы споем-то? Я говорю, Боря, ну ты что? Я уже там и забыл про это. Надо новую сочинять. Ну, честно говоря, вот если что-то родится спонтанно, я бы с удовольствием. С Юлиановичем, я не знаю, мы не очень общаемся. Мы так привет-привет. Поэтому просто так как-то подходить с какой-то своей задумкой. Но если вдруг что-то такое, я пойму, что именно кроме него там никто не споет. Знаете ведь, чем отличаются вот люди, которые поют на этой пластинке? Вот возьми здесь, перемешай все песни. Вот отдай песню Кипелова «Чужу». Отдай песню «Чужа Макару». Отдай песню «Макаревича». Ну, может быть, один человек, который здесь вот точно на этой песне – это Михей. Но он как бы не из рок-тусовки. Поэтому я специально думал с ним перепеть именно песню «Мы дети большого города». И слава богу, это получилось. А вот остальные все песни – возьми, отдай песню Маргулиса Кинчеву, а песню Кинчева – Маргулису. И все. Но я не знаю, стал бы Костя петь какую-то другую песню. Потому что Константин Евгеньевич, он подходит очень выборочно к словам, к песне. Но ему песня «Любовь» понравилась. Хотя мы там пару строчек поменяли. И я очень рад, что он принял в этом участие. Но я просто о чем? О том, что они настолько крутые, настолько глубокие, что они могут справиться с любым материалом. Вот я о чем. Поэтому о Шурчака все-таки надо что-то специально для него написать, мне так кажется. Для Юрия Ильяновича. Хотя, может, я ошибаюсь, может, он тоже. Может, Львовь споет. Он тоже очень крутой. Но мы не очень. Просто мы не так часто общаемся. Как с Костей, как с Женей, как со Славой Бутусовым. Какая песня с Бутусовым. Она не здесь, она на пластинке «Приметы». Да, я вижу, или, подожди, или на «Чистоте». Она где-то, нет, на «Приметах», по-моему, да? Я уже не помню, где она. Или она раньше вышла. Нет, она вышла раньше, она на «Детском сердце». Я вот с этими людьми пел песни в удовольствие. Но вообще вот этот процесс, он очень трудоемкий, геморройный. С ним легко справились всегда Шура Би-2. Вот у него эта продюсерская фишка. Он вот эти дуэты прям может делать, и все получаем. Нечетный воин, да, проект? Вы тоже там участвовали? Да, я участвовал два раза. Я очень Шуре за это благодарен. Но это, я говорю, это такое дело. Это хочется делать просто по кайфу. Мы же не строим из этого какие-то там планы дальнейшие, чтобы с этими песнями куда-то в тур поехать. Представляете, Голанин и Шевчук спели песню одну. Причем песню Голанина. И поехали в тур совместный. Ну смех же. Поэтому это вот если получится, где-то на кухне вдруг, ни с того ни с сего, мы вдруг встретимся, выпьем. И вдруг пойдет какой-то разговор. Ну может быть, да. Но дело в том, что мы как-то вот не выпиваем в последнее время. С Сашей Чернецким вот еще по идее бы тоже было бы неплохо. Вот Саша. Разные люди. Да, да, группа «Разные люди». Потому что с «Сяжем» отличная песня. Я со всеми практически вот с кем хотел, успел. Даже с «Би-2», кажется. Мы тогда раньше были в больших отношениях. Сейчас у них очень плотный график. Сейчас мы меньше встречаемся. Но я очень рад, что они в свое время вот проучаствовали вместе и Шура, и Лева в песне «Стая». Вот очень здорово. Мне это очень тоже дорого. Девушек бы, конечно. Земфиру бы, да, заполучить. С Ютой вы спели? С Ютой спели, с Варей Охлобысиной спел. Да, ну может быть, еще что-то надо подумать. Я современных просто девушек не очень, не очень, к сожалению, знаю. Вот с Мельницей, с Наташечкой было бы очень хорошо бы. Тем более, у нее, в принципе, есть желание. Она как-то ко мне подошла после нашествия и говорит, слушай, ты совсем не поешь, а я тут, я говорю, Наташка, я просто не знал, что ты такая, как говорится, что у тебя есть желание. Давай я подумаю. Есть одна тоже мысль, посмотрим, посмотрим. Ну, я не зарубаюсь. Как будет, так и будет. Я ищу тебя На перекрестке, где-то То ли между строк, То ли на планетах Что нас завтра ждет Большого нет секрета Извечная война Я ищу тебя На перекрестке, где-то То ли между строк, То ли на планетах Вечерная война Вечера я лягом Сказалась огонь на небо Вместе навсегда Ромео и Джульетта Вместе навсегда Ромео и Джульетта Вместе навсегда Вместе навсегда Сергей, всегда интересны истории Приключения музыкантов на гастролях. Я слышал в одном из интервью Вы рассказывали такую интересную историю Времен Бригады Эс, Когда вы играли на Большом рок-фестивале в Финляндии. И у вас там было общение с ребятами Из группы Red Hot Chili Peppers. Вы даже обменялись подарками. Можете для наших зрителей Рассказать эту историю? Ну, история такова. Началась она, когда мы приехали Нам предоставили такую палатку. Потому что это фестиваль в таком лесу. Это Финляндия, провинси рок. Какой-то маленький городочек. Сейняйокки. Как сейчас помню. Большой очень фестиваль. Потому что на этом фестивале Кроме Red Hot Chili Peppers Бригадесс играл сын Боба Марлия Зиги Марлий. И самое главное, кто там были хедлайнеры. Там же были братья Раймоны. Они еще тогда, ну, живы были. Сейчас-то уже, я не помню, Там один, что ли, остался в живых. Остальные все ушли, к сожалению, из жизни. Они были хедлайнерами. Red Hot Chili Peppers только-только начинали Свою такую мировую карьеру. Их знали уже в Америке, Но еще не очень знали в мире. Ну, как бы так начинали уже. Меломаны уже знали. И вот мы с ними пересеклись. Каким образом? Мы вошли в эту палатку, Которую нам организаторы предоставили. А там стоят чьи-то вещи. Ну, и по приказу Игоря Ивановича Сукачева Все эти вещи были демонстративно вышвырнуты. А это были вещи группы Red Hot Chili Peppers. Ну, как-то случайно получилась такая накладочка. А потом Фли. Когда мы уезжали, Забегает Фли в наш автобус. Вот надо отдать должное. Мы не общались с ним, Потому что у них своя охрана. Они там сами на сцене. И мы сами, ну, там просто привет. Там где-то в столовой пересекались. И вдруг наш автобус отходит. И забегает Фли. И он мне дарит вот такую стопку басовых струн. Он говорит, я знаю, у вас все-таки там проблемы. Пока еще... Ну, да, только все начиналось еще в России. И я говорю, слушай, спасибо. Но я же должен что-то в ответ подарить. И я нашел у себя в рюкзаке советский рубль. Самый простой рубль, Который был выпущен к столетию Лукича. С обычным его профилем. Ну, самый обычный вот этот рубль. И я ему подарил. И когда они приезжали в Москву, Просто почему эта история имеет продолжение. Они когда приезжали в Москву, Кстати, они играли со сдубами. Со сдобши сдуб на Красной площади. Сдубы разогревали и расходили пепперс. И потом была вечеринка. Как сейчас называют автопати. МТВ устраивала тогда. МТВ Россия. И в итоге на этой вечеринке я подошел Сфотографироваться с Кидисом. Он расписался мне. Так посмотрел на меня. Говорит, да, да, помню. И потом к флипу дошел. Он говорит, да, это ты тот самый бас-гитарист. И он сказал такую фразу, От которой Миша Козырев, Такой наш известный российский, Да, так, программный, Бывший, да, нашего радио. Такой музыкальный, такой критик известный. И он офигенно говорит, Ты понял, что он сказал? Я говорю, вообще я понял, Я в этих маленьких, кажется, рамках, я понимаю. И он сказал, что мой рубль у него дома. Твой рубль у меня до сих пор дома. Но это было, видите, Это было уже сколько, лет 15 назад? Больше, наверное, слушайте, Это, наверное, 99-й год. Я просто к чему? То есть это было через 10 лет После того, как мы встречались с ними за границей. Он 10 лет, а мы же не общались. И он узнал. Но потом у них же ежегодные пожары В Лос-Анджелесе. Они там живут как раз вот Среди этих блатных особняков, Которые каждый год горят. И вот дом сгорел. Лет 5 назад. Я боюсь, рубль расплавился. Да, да, да. Ну, ладно. Все равно. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты откроешь глаза, ты увидишь свет Ты почувствуешь, что чего больше нет Ты откроешь глаза, ты увидишь нас Ты станешь таким уже через час Равномерно прихая, воздух ночной Думей, что он всегда уракон Беспокоен, глядь, материнской груди Ты веришься на свет, ты снова в путь Нам пишет все воля среди завода И это может быть Мы пишем картины, создавая твой И это может быть Мы любим, рожаем, мыли погода И это может быть Мы дети большого города Он тоже от нас Мы дети большого города Мы дети большого города Мы дети большого города Мы дети большого города Мы любим, вы погода И этого может быть Мы дети большого города Мы дети большого города Иди к нашему городу, он дорог нам, мы с ним будем жить, он дорог нам, мы с ним будем жить, он дорог нам, мы с ним будем. Спасибо. Свердлая память Михеев и не судите голода, судите за собой.